добрый день мои дорогие друзья добрый день и снова с вами на канале лариса решила прогуляться по осенней красивой листве и рассказать вам небольшую историю потому что когда по дороге идешь ветрено очень а здесь я смотрю тишина покой леса золотая шелшит такая красивая здесь и золотистые листья есть и темные уже такие бурые с пятнами и желтые и красные в общем хочу рассказать зимнюю вам историю как-то я приболела и пошла поликлинику наверное гриппом заболела я еще тогда не было прописано у меня не был тогда квартира куплена я снимала квартиру с девочками с девушками женщинами у нас в этом-то квартире жила пять человек мой прикольный кустик какой и наверху листва красота какая опавшие листва но как гнездышко получается и вот я пошла в поликлинику взяла талон врачу захожу то есть поднимаясь на этаж где этот врач сидит но дает для этого предыстория тоже как-то до этого года заболела и поехала поликлинику лавочкина уже опять таки это или осень или зима поликлинику тоже снова взяла полон и захожу к врачу и она начала пыркать недовольные было вот вы не прописаны подоехали там еще что-то какому дому прикреплены но я сказала какому дому по какому адресу прикреплена и она все-таки потому что мне было плохо она все-таки мне больничный выписала об этой ситуации скажем пыталась забыть и через год или через какой-то промежуток времени мне пришлось снова пойти в больницу пошла я в больницу взяла талон плохо себя чувствовала и захожу такая подхожу в кабинет нету стучу открывайте и такой здравствуйте здравствуйте чё надо я до сих пор так он помню чё надо это не поняла я что нужно помню помню вас потому что прошлый раз когда я болела я себя плохо чувствовала у меня не было ни прописки ничего да только как бы прикрепление в больнице где снимала квартиру девчонками и чтобы она более-менее меня нормально приняла это хорошо я вас отблагодарю спасибо вам большое пошла купила небольшой тортик когда перед закрытием наверное уже больничного своего тортик взяла я сказала я говорю благодарю спасибо вам большое но когда на этот раз пошла вот это ее хамское поведение чё надо я была в шоке я говорю помню помню вас говорю она такая смотрела меня я вас тоже говорит помню я говорю очень хорошо что вы меня помните и начали как бы с того что она начала спрашивать сколько вам лет а фамилия имя отчество дата рождения где проживаете и сколько вам лет ну я назвала фамилия имя отчество где проживаю по какому адресу и такая она у меня спрашивает сколько вам лет я такая тридцать семь ой такая простите простите я говорю сорок семь не хочется ребят стареть душа-то молодая помню как дед говорил мне было уже сорок семь а я сказала тридцать семь бывает такое у вас или нет или только со мной такое бывает что детство играет же как некоторые говорят да люблю повеселиться всегда на позитиве стараюсь быть и всегда хочется танцевать прыгать как даже иногда директор мне говорит лариса успокойся бывает это у меня такое девчонки я была в шоке от того что как врачи принимают людей но также нельзя они дают клятву гиппократу и так по хамски себя ведут так грубо разговаривают ну вы скажите а зачем тогда понесла презент но мне хотелось с презентом почему пошла но мне хотелось чтобы более-менее нормально на меня приняла это ее хамское поведение не понравилось вы скажете нужно было вам пойти пожаловаться я этого не сделала не стала жаловаться просто не хочется связываться надо с такими людьми говнистыми скажу так и вот она тоже также выдала мне больничный уже когда я болела вы знаете что я хочу сказать не знаю это не только наверно москве может быть в регионах такие врачи есть такие люди грубые хамского поведения хабальские пике но они бывают такие появляется иногда на пути и что хочу сказать чебоксару допустим тоже я сколько и к зубнякам стоматологам ходил до никогда такого не было чтоб так хамили грубо разговаривали есть знакомый врач у меня чисто познакомилась я с ней но просто буквально вот по больному зубу своему и вы знаете у нее фамилия такая же как у меня девочки и мы так с ней сдружились что она вот допустим когда к ней я иду она всегда хорошо разговаривает всегда приветливая всегда доброжелательная никогда не хамит никогда не грубит а наоборот ларисенька чуть-чуть больно будет потерпи дорогая чуть-чуть потерпи пожалуйста потерпи не больно еще чуть-чуть еще чуть-чуть вот так разговаривает а этот терапевт и так вот по-хамски разговаривает я в шоке я не хочу никого оскорблять я не хочу никого унижать может быть среди людей моей профессии тоже разные люди есть которые хабалиста себя ведут но не знаю я в своем окружении таких людей не видел вы знаете что я работаю в торговле и ни разу не видела чтобы вот так вот хамили себя как хабалки вели наоборот всегда доброжелательные всегда к людям по относятся доброжелательно всегда хорошо разговаривает всегда приветствует с добром когда я работала в рандеву это обувной магазин премиальный магазин наоборот всегда покупателям своим говорили может быть желаете чай может быть кофе желаете сахар что желаете сейчас принесем а здесь мы ничего не просим мы только мы только приходим со своей проблемой со своей болезнью ничего лишнего и здесь нам хамят вот такие врачи может быть нужно чуть-чуть себе вот эти вот хабальские хабальские знания выкидывать из себя и относиться к людям более доброжелательно добросовестно работать здесь небольшой магазинчик чуть попозже загляну ботинки timberland и куртки спортивные костюмы здесь есть чуть попозже зайду мне конечно пальто куртку нужно но сейчас пока не будут заходить что вот насчет этого вы скажете и среди тех людей кто меня смотрит наверняка есть такие же они себя узнают и мне хочется сказать чтоб они были добрее я понимаю кому-то не везет как кто-то несчастлив кто-то обижен кого-то обидели очень сильно может быть они поэтому такие злые агрессивные но когда это человека любят когда у человека все хорошо даже вот я не скажу у меня бывали проблемы это у всех наверное бывают вот даже вы знаете по моим видео сколько у меня темных полос было но я молчала никогда никому не грубила не хамила а стараясь наоборот оставаться человеком никогда допустим вот таджики ребята приходили у меня с ремонтом все было всегда все хорошо и когда к ним относишься хорошо так же и к тебе относится хорошо а те люди которые хамят и грубят но с ними даже разговаривать не хочется смотрите кустики какие красивые что можете насчет этого сказать мне кажется таких людей может быть я не знаю ну как приручить их как быть добрее они живи наоборот кто добрее к людям кто помогает другим они наоборот агрессивнее становится к ним они не любят это добро не любят доброту честность общение им хочется всегда нагрубить нахамить другого человека унизить есть такие люди знаю они также эти люди могут поставить мне дизлайки я этих людей тоже знаю ну что небольшое видео я заканчиваю поэтому всех благодарю за просмотр кто смотрит а кто даже случайно попал ко мне на видео подписывайтесь на мой канал всем желаю здоровья счастья благополучия будьте на позитиве не грубите не хамите все будет хорошо всех я вас люблю целую и обнимаю до новых встреч пока пока